Практическая психология Как тканевая арт-терапия? Ты принесла много-много всевозможной фактурной ткани, и вроде бы кто-то скажет, это как психологи, да еще и вот с таким инструментом. Откуда вообще эта методика? На самом деле тканевая арт-терапия это достаточно молодое направление, которое только сейчас оформляется как метод, да, обоснованный, чтобы с ним работать. Но по факту, если мы уйдем в историю, то когда наши прекрасные прабабушки и прадедушки, да, когда они добывали лен, делали натуральные материалы, да, когда они ткали, когда они работали с тканью, то уже косвенно мы касались тому, что мы взаимодействовали с материалом и немножко себя терапевтировали и ресурсировали. А сейчас тканевая арт-терапия это как прекрасное такое направление, которое позволяет через работу творческую, да, через работу непривычную, потому что она очень интересна, мы об этом сейчас поговорим, создавать что-то прекрасное и выходить на ресурс. То есть фактически тканевая арт-терапия выходит как некая работа с метафорическими образами, то есть мы как практикующие, да, психологи знаем, что у нас есть метафорические карты, которые позволяют при взаимодействии клиента с рисунком, с картинкой, да, каким-то образом проговаривать, проживать, смотреть на свою историю, на свою ситуацию травматичную, да, немножко со стороны, то тканевая арт-терапия, она приглашает через фактуру ткани, через цвет, через взаимодействие с ней посмотреть на свою ситуацию, создавая картину, тканевую картину, да, и рассматривать, что каждый элемент этой живой картины, она действительно смотрится как живая картина, о чем это про меня. Что еще следует отметить в тканевой арт-терапии, что когда клиент приходит с запросом, я работаю не со всеми клиентами именно в данной технике, да, потому что, ну, есть определенная специфика, да, поэтому мы создаем сначала эту рамку. Рамка – это то психологическое пространство, которое дает ощущение защищенности и безопасности для работы со своей картиной. И только тогда, когда создана рамка, клиент вступает в работу и начинает взаимодействовать с тканью и заполняет пространство рамки, как он видит ту ситуацию жизненную, в которую он попал, через работу с тканью. Поэтому, наверное, хочу рассказать про ткань. И вообще я сейчас поймала себя на мысли о том, что, в принципе, очень много лоскоточков, теперь мы знаем, куда их применять. Совершенно верно. Прекрасно откликается направление это с детьми в семейном консультировании, оно мягкое, оно бережное, но потом такие инсайты, такое озарение, и в то же время вот то, что ты это делаешь рукотворно, что ты что-то создаешь, и даже из того, что печалит, вызывает боль в твоей жизни, в результате трансформируя, меняя драпировочку, добавляя бисер, бусинки, ты понимаешь, что ты становишься действительно творцом. Да, то есть другое абсолютно ощущение роли, позиции, себя. Что хочется сказать про ткань? Вот тоже тут, Надежда, я вас удивлю, потому что мы предлагаем для клиента очень разные ткани. Это может быть синтетика, это может быть натуральный хлопок, это может быть лен, шерсть. Ткань может быть мятая, а может быть ткань наполовину проглаженная, а наполовину мятая. И он уже сам решает, да, какую он возьмет работу. Ткань может быть уже использована, что кто-то с ней работал. На ткани могут быть ценники, ткань может быть порвана, где-то я специально откладывала лоскуточек. Нет у меня сейчас с собой испачканной, потому что я храню их в кабинете в отдельном, да, где есть действительно пятна от кофе, от еды, даже грязевые пятна. И мы смотрим, как клиент реагирует, взаимодействует. Например, ткань, которая, видно, что из неё вырезали, то есть она нецельная. Либо клиент выбирает очень маленькие лоскуточки, маленькие-маленькие, да. Каждая эта история, когда уже клиент будет описывать свою тканевую картину, всё это будет иметь определённое значение и понимание. Именно для него. Для него. То есть мы как арт-терапевты просто сопровождаем его, задаём правильные вопросы, прокладываем ему путь, и он через этот путь, через эти вопросы осознаёт, о чём это про меня. Также в тканевой арт-терапии используются дополнительные материалы. Это молнии, резиночки, пуговки, нитки, различные бисер, любой декор, любая фурнитура, которая сопровождает швейную индустрию. Для чего мы это делаем? Потому что на определённом этапе у клиента возникает потребность внести какую-то деталь, акцент. И в этом есть элементе большое значение, то есть то, что клиент выделяет какими-то особыми деталями, либо он использует ткань, но выкладывал в одной фактуре, в одном направлении, а потом другую ткань он каким-то образом сделал как какой-то узелок, клубочек, свернул, каким-то образом трансформировал, иногда даже спрашивает, могу ли я эту ткань, что-то с ней сделать, например, порвать или порезать. Поэтому здесь мы всегда очень гибки, у меня целый короб в кабинете, да, и клиент какой-то этап, минут 5-7, он знакомится с тканью, так как каждая ткань, она имеет действительно свои телесные ощущения. Есть ткань, которая тебе неприятна, у тебя бегут мурашки по коже, но клиент говорит, это ткань, то состояние, которое при меня. Здесь также не представлены ткань, которая полутораметровая, двухметровая. В офисе у меня тоже, они присутствуют, потому что иногда потребности есть в ткани, и клиент говорит, а живая картина, это буду я. И он берет это полотно и закутывает себя, ну, то есть он фактически является частью этой картины. Поэтому вот так как одно из направлений тканевой артерапии, это работа с павлопосадскими платками, с различными платками, которыми женщина украшает себя, причем как шейными вариантами, так и на голову, у них есть интересные работы, потому что при взаимодействии с платком, это же определенная защита, это не только декор, да, это где-то согреться, где-то украсить. И здесь тканевая артерапия выходит немножко на другой формат. Если здесь мы как живую картину создаем что-то, на что я могу посмотреть со стороны, то при работе, например, с платками, мы уже являемся частью этой работы и взаимодействуем с ней. Поэтому тканевая артерапия развивается, я думаю, что у нее есть такие интересные методы, способы работы. Где-то она может являться как дополнение и, безусловно, она прекрасное украшение любой женской мастерской, потому что прекрасные женщины, мне кажется, мы созданы, да, как вот на турецких базарах, да, рассматривать ткань, ее фактуру, как она струится, насколько она прозрачная, либо наоборот, она насколько плотная, да, примерять, любоваться собой. Поэтому как вот декор и действительно такой женские нотки ткани в работе с женских группах, они прекрасны. То есть, в принципе, можно работать с такими темами, как женственность, сексуальность, с темами вообще принятия себя, да? Прекрасно работать с темами принятия себя. А если для детей, то какие там темы чаще всего всплывают? Я работаю именно в тканевой арт-терапии, например, если только первая там встреча, да, мы изучаем, узнаем друг друга, я узнаю его семью, да, его родителей, маму, папу, то я прошу, вот смотри, давай мы с тобой сделаем из лоскуточков, да, найдем маму, папу, тебя, братика или сестричку, да? И вот мы смотрим, как ребенок делает выборы, как он раскладывает, смотрим последовательность, есть ли наложение, потому что иногда дети выкладывают прям настоящую такую вот матрешку друг на друга, каждая ткань, и вот понимаете, выкладывают так, что ничего не выходило за рамки, то есть настолько ровно. И, например, там, себя и тканью еще укрывают. Чем она прекрасная ткань? Он всех выложил, а себя в маму закрыл. Спрятал. Спрятал. Я в домике. И вот уже здесь на телесном уровне можно много практикующему специалисту уже повернуть встречу. Мы ничего, для него это просто была игра. Ой, он потом маме рассказывает, мама, ты знаешь, мы ткани смотрели с тетей, да? То есть у него возникает интерес, а для меня, как для специалиста, диагностический потрясающий материал. Так же, как, например, когда приходит супружеская пара. Ну, они же изначально, если там какие-то есть сложности, достаточно напряжены, критичны в каких-то моментах. И я просто говорю, вот ваша задача, если бы ваша супруга была тканью, и ваш супруг был тканью. Найдите, да? Найдите. То есть они ищут по две ткани. Как я вижу себя, как я вижу её. И настолько это интересно, потому что мы говорим про ткань, он описывает, и она описывает. Иногда не слышат друг друга. Да. И тогда получаются такие мостики, в которых мы не говорим сразу о персонах, сразу о боли. О претензиях. Да, а мы на такую мягкую-мягкую метафору. Между нами ткань. И ткань – это всегда то, что очень подвижно, она очень пластична, она двигается, она может сжаться, но стоит тебе прикоснуться, его разгладить, и это прекрасное полотно. Поэтому здесь даже вот через, если говорить про, например, парную, какое ощущение телесное вы бы хотели прожить, взаимодействуя с этой тканью? И, например, мужчина говорит вот так вот, либо вот так вот, либо... Женщина в это время видит, да, вот эти все проявления, все эти посылы, все... То есть такие глубинные, да, такие глубинные моменты, но они настолько тёплые, настолько... Даже вот вроде бы мы ещё ничего не коснулись, а где-то слёзы стоят, потому что они видят, что чувство есть, просто много чего сейчас на пути произошло, где-то мы друг друга не слышим, но вот через эту ткань, вот эту воздушность, а потом третий элемент, а теперь давайте мы с ней поиграем, по взаимодействию. Ведь вы понимаете, что шерсть, она будет падать по-другому, и как падает вот эта ткань, да, сколько в них историй. И когда вот ты работаешь, ты с тканью тянешься, и твоё тело включается в этот поток, а потом мы убираем ткань, теперь ты эта ткань. Поэтому здесь, вот как танцодвигательная терапия, вот мы перед эфиром с тобой говорили, да, здесь точно так же очень много телесности, очень много прикосновений. И у меня есть коврики специальные в кабинете, и порой, когда клиент нашёл свою ткань, особенно когда это большое полотно, он просто туда закутывается... Как в кокон. Да. И вот в этом коконе находится, ресурсируется. Поэтому тканевая арт-терапия – это очень ресурсная, очень экологичная, бережная. И в ней столько метафоры, так как принты бывают разные, да, то есть тут цветочные, да, есть пятна, есть горошек, есть клеточка. Ну, это мой дорожный, потому что я приехала с таким дорожным вариантом, сокращённый, да, то в своём городе, то есть есть и полоски, есть и различная геометрия, которые тоже очень о многом заставляют задуматься клиента, когда он переходит к описанию живой картины. А о чём элемент это про вас? А как это связано с вами? И если вы к этому части себя прикоснётесь, что вы чувствуете? И вот, например, мы находим тот момент, а я ничего не чувствую. О, да, то есть уже для нас... Это тема для работы. Для работы. Хорошо. А какую сейчас из элементов этой картины вы чувствуете больше всех? Какая взаимодействует с вами ближе? А вот, кстати, тема с травмами. Тоже ведь, наверное, очень бережно и экологично работает, да? И вот чаще всего, когда человек уже нащупал вот эту точку боли, дальше как с помощью ткани выходить из этого состояния? То есть тут бывает, конечно, по-разному. Иногда вот сама ткань вызывает такой катарсис очищения за счёт своей фактуры, потому что ткань же бывает ещё с ворсами, с ворсом, да, бывает такая колюченькая. И вот именно иногда через телесные прикосновения, особенно травматики, да, они выходят, у них происходит такой момент. Я чувствую себя. О, у меня... Я чувствую. Я почувствовал, что это неприятно. Мне неприятно это в своей жизни. И там мы уже уходим в другие техники, то есть не используя тканевую арт-терапию. Тканевая как мягкая туда вход, погружение, исследование. И, как правило, для большинства клиентов... Исцеление. Исцеление. Ну, и у них это вызывает... Они не знают, как на это реагировать и не знают, что ждать. И поэтому в этом есть эта прелесть новизны. И они не подозревают, как это... Каждая деталь, присутствующая на столе, о многом им может рассказать. Даже по цвету, да? Да, даже по цвету. Ты сейчас взяла красный цвет, да? И ведь это красный, не просто красный. Посмотрите, какие у них есть оттенки. А тут ещё у красного есть бархатное. И вот иногда я просто вижу, что клиент... Вот он нашёл эту полосочку, и вот у него как трансовое состояние. Вот он гладит, и говорит, мне так сейчас хорошо. Потому что это о нём. Он сейчас нашёл кусочек, лоскуточек себя, с которым ему хорошо. Вот в целом ему не очень, вот когда мы говорили, да, по принятию себя. Выбери ткань, каким ты сейчас себя чувствуешь. Какой ты сейчас? Ну, какой я вот сейчас вот такой вот. Это можно даже так вот небрежно бросить. А каким хочешь быть? А, ну, каким хочу быть, и всё. И он нырнул в это пространство ткани, и что он делает? Он уже... Проживает и принимает себя. Трогает. Нет, это не про меня. Здесь слишком пастельная тона. Нет, это слишком тёмная. То есть что он делает? Он ищет. То есть он сдвинулся с точки, он начал двигаться, он начал искать, он начал жить, он начал действовать. То есть если здесь я полное отрицание, я не хочу... Не принятия себя. Не принятия себя, да. То есть здесь он погружается в абсолютно другие процессы. И это уже терапевтично. То есть он в пути поиска ресурса и любви к себе. Не здорово. Лена, а вот если опять-таки немножко вернуть к детям. Вот создаёте картины, рамку, и ребёнок хочет унести это с собой. То есть, да, вот бывают такие моменты, то есть можно это всё приклеивать, да, можно эти лоскуточки там пришивать, не знаю, делать всё, что угодно, да. То есть вот это состояние. А можно ведь просто сделать там рамочку из чего-либо, да, и разложить эти лоскуточки, а потом просто эту же картину разобрать? Вообще в тканевой арт-терапии задача терапевта прийти к той точке, когда клиенту не нужна эта опора, ему не нужно это забрать, ему не нужно это унести. И в моей практике ещё не было, несмотря на то, что вначале дети говорят, а можно я потом это заберу? Но в конце им достаточно, им хорошо, потому что то, что они видели и сделали вовне, они уже это приобрели внутри, они это нашли, и это ценно. Поэтому здесь всё-таки это как бы такая профессиональная такая рекомендация. Наша задача, чтобы у клиента не было потребности унести костыль. Вот я сейчас эту тряпочку, да, ткань положу, и вот мне теперь всегда будет хорошо. Нет, ребята, наша задача внутренне это проработать. Поэтому мы доводим до, доходим с клиентом до той точки, когда он говорит, мне достаточно, я услышал, ткань мне сказала. Интересный момент про агрессию, про напряжение, да. То есть вот у меня тут есть шерсть, клубки уже такие для вязания, но их тоже использую. Они в разные... Даже ниточки, да? Да, в разные палитры. И вот когда там агрессия у ребёнка, либо у взрослого, всё равно присутствуют элементы перетягивания, перекручивания ткани очень часто. И вот здесь начинается, да, когда человек берёт скуток ткани и работает ещё с помощью нитки, да? Да, то есть иногда бывают потребности в иголке с ниткой. И человек хочет, чтобы эта целостность была прямо прошита. Но мы же понимаем, что это тоже про него. То есть он не готов... Вот мы, допустим, создали рамку. Рамку клиент может создавать из чего угодно. Он может её создавать из ткани. Из карандашей. Из карандашей, из пластилина, из сопутствующих материалов. Всё, он создал рамку. Рамка обязательно. То есть мы не выкладываем картину, пока у нас нет рамки, потому что это про безопасность, про комфорт. Всё, он выложил. И дальше начинается история. То есть здесь есть пустота. Её надо заполнить. Здесь уже сама метафора, да, мы понимаем, что он понимает, что пусто, больно, тяжело. И это как пропасть, она бездонная. Кто-то начинает... Вкладывать фон. Присоединяясь полностью. И не доходит до центра. Кто-то в центре дырку оставляет. Мы всегда просим клиента, каким элементом картины в данный момент ты являешься. То есть человек ищет, где он в этой картине, да? Да. Какую форму он представляет, какой цвет он представляет, да? Что это? Да, у меня есть принты, где машинки, ну, там, для мальчишек, да, для девочки. Вот она выложила. Цветочком, да? Да. В серединке. Это тоже пропозицию клиента. То есть где я, я в центре своей собственной жизни или где-то там на окраине, я занимаю много пространства или совсем чуть-чуть в этом вообще, да, ощущении. Но иногда, знаешь, так удивительно, что они это сразу-то ведь и не понимают. Конечно. Это просто процесс творчества. То есть они туда погружаются и наслаждаются. И даже не замечают, как время пролетает. А потом, когда уже ты задаёшь вопросы, а почему, а что, а о чём это про тебя, а какая ты тут. И ты видишь, как человек понимает, что вот эта метафора, тканевая метафора, ведь она о чём-то говорит. Она говорит о многом, вот в чём дело. Да. Иногда бывает использование огромного количества деталей. Вот просто столько вот всего-всего-всего, вот прям вот, вот прям много всего. И вроде бы и в целом и симпатично, но она такая перегруженная. И ты застаёшь. Для чего? А чего так много в твоей жизни? Вот этого всего? Да. Что это в твоей жизни? И человек начинает понимать, что это не просто пуговки, это не резиночки, да? Это его истории, в которых очень много. И вот под этим много, а вот этому цветочку тяжело. Он не может от этого избавиться. А живая картина тем и прекрасна, что она не статична, да? То есть ты что, получается, вот как только ты сначала создал эту картину, а потом ты вправе взять и всё переделать, всё трансформировать. Абсолютно верно. Убрать то, от чего тебе тяжело, сложно или, например, больно. И никто, кроме тебя, это не сделает. За сессию мы можем сделать 2-3 картины, даже больше, потому что иногда потребность у человека в трансформации, он начинает понимать, он говорит, тогда это всё не так, так, это всё убираю. Иногда он приходит просто к одному моменту, такому состоянию, что... Просто... Ровное буду. Интересное. Да. И вот этот момент любования, да, то есть там вот тут птичка, да, и вот может он её и так развернуть, так чтобы это... Вот так вспоминается, где мы с тобой встретились, ну, да, на практике, на мастер-классе... У Нины Викторовны. Да, да, у Нины Викторовны, когда мы шили, да, прошивали родовые... Угу, полотно судьбы. Полотно судьбы, да. Ведь тоже прямо реально было столько инсайтов, столько было моментов, когда ты уже человек с многими часами личной терапии, и всё равно делаешь новые открытия, делаешь для себя... И оно так нежно, понимаешь, через такую женскую энергию, шитьё, вышивание, пришивание, да, подбор, расклад тканей, как... то есть выстраивание, то есть ты выстраиваешь, ты наполняешь вот это пространство таким магией, женским волшебством. Ты становишься настоящей феей. Угу. Действительно. Очень интересно и очень ресурсно. Скажи мне, пожалуйста, что необходимо нам для того, чтобы, например, сейчас кто-то нас слушает, да, и говорит, ой, я бы хотела, чтобы с этим поработали, например, ну, как психолог поработал вот с этим. Что необходимо, как это нужно, подготовка, там, например, да, или же нет, просто есть запросы, и человек идёт за этим. Да, просто есть запрос, и если ему просто интересно попробовать именно поработать с той проблематикой либо с той темой, которая ему сейчас актуальна, через тканевую артерапию... А темы могут быть, ещё раз повторимся, разные, абсолютно, да? Я работаю с разными, да. И развод, и даже на врачное консультирование, да? Да, легко. Детки, детско-родительские консультации. С женщинами это просто в любых аспектах она работает прекрасно, мягко, бережно, и я её соединяю с ландшафтной артерапией, когда мы в Беловежской пуще прогуливаемся, то есть мы можем туда, как создать такой мешочек для нашего какого-то талисмана, который наполнен вот этой ресурсной женской энергией. Мы тоже выбираем, иногда мы осознанно так соединяем какие-то ткани, придавая смысл, придавая силу вот этому мешочку. Поэтому очень много пересечений. Я и с песком, и с песочной терапией сочетаю, потому что иногда дети, они интересно интегрируют ландшафт песочной терапии с природными материалами. Вот ткань входит. Как море. И она, в чём её особенность? Что ткань, ты её можешь двигать, она оставляет след на песке, она оставляет отпечаток. У неё есть эта фактура, ты можешь её вытянуть, ты можешь потом снова её спрятать. Скрутить, завернуть, завязать. Но она всегда, всегда есть. У неё всегда есть какое-то взаимодействие с тобой. И ты либо резок с ней, либо мягок. Ты её исследуешь, либо ты её щупаешь. И это всё про напряжение, либо расслабление в твоём теле, про нежность, либо какую-то остроту, такую вот колкость, несдержанность. То есть эмоции начинают выходить. И поэтому, когда я вижу, что клиент, вот когда я использую ткань в арт-терапии, когда я вижу, что клиент, он либо очень закрыт, либо вот из него прямо видно, что уйдёт напряжение, вот прямо из ушей, я просто выкладываю, у меня такая корзина плетёная есть ткань, и просто говорю, а выберите ткань, какое сегодня про ваше настроение. Вот видите, так невзначай можно, да, начать целую историю, историю познания себя, познания этого мира, и даже, может быть, поиск ответов, кто я, что я, и что я сейчас в данный момент чувствую. Сегодня у меня в гостях Елена Смирнова, арт-терапевт, член арт-терапевтической ассоциации Российской Федерации, и мы рассказали, что же такое тканевая арт-терапия. Елена, спасибо тебе большое. Приезжай почаще в наш город. Благодарю. Буду всегда рада тебя видеть. Ну и до новых встреч. Это была программа «Практическая психология». Всем любви, здоровья и благополучия.